всех приветствую с вами я виден христолюб мы с вами сегодня будем разговаривать о празднике 9 мая сегодня 9 0 5 9 мая 2022 года ну формально 8 я записываю для на следующий день она выйдет будем считать что 9 мая и ролик называется на значке вы видите 9 мая день победы по маленькими красными буквами это день беды на самом деле ну а название 9 мая праздник тоже праздник праздник ли со слезами ли на глазах пусть даже так надо говорят и действительно день победы или день беды человеческой да об этом сегодня поговорим ролик я такой давно хотел записать да потому что я христианин я естественно будучи учеником христовым детям божьим детям света верующим в любовь как сказано что мы познали любовь боже в том что он положил за нас душу свою иисус христос и мы уверовали в нее узнав то в том что бог есть любовь даже воплотившись нам это явил и положил не отняв чью-то жизнь до свою отдав чтобы дать нам пример святой жизни жертвенной любви даже к врагам и будучи таким учеником последователем его жизни учения иисус христа бога любви являвшегося в плоти естественно говорит мы сегодня будем о том что 9 мая это никакой не день победы это не праздник это день беды это день скорби где день просто того что на земле очередной раз достигался пик а да да пик ненависти друг друга вот естественно никакой убийствах речи и быть не может да вот об этом себе вартеру ролик назрел давно но вследствие вот этой агрессии которая сейчас рашисты рашистка и рашисты даже не знаю рашистка и государства как угодно да на 95 процентов а то тире 99 состоящие из просто неадекватных людей вот которые и вследствие вот этой агрессии войны против рашистов против украинского народа конечно особо ролик будет актуален видимо пришло свое время хотя грудь записать хотел давно потому что являюсь учеником христом естественно есть пацифист как бог есть любовь все на земле его творение об этом сегодня много будем говорить всегда хочется записать какой-то ролик потому что но в последнее время меня мало знаете социальных сетях кто-то с чем-то поздравляет тому с общественными праздниками или с религиозными праздниками я хоть и христианин но я всем говорил не поздравляйте меня никогда нескими религиозными праздниками не с рождеством христовым не с воскресением его да не потому что я вот не верю и не радуюсь этом потому что я просто не хочу как вы раз в год по бумажке радоваться этому с религиозниками с культа обрядовыми людьми которыми жизнью христа не живут да но формально любят друг друга с этим с его жизнью поздравлять и учением с событиями его жизни учения плюс это относит меня хоть и косвенно какой-то секте который поздравляет я поэтому не делайте этого да у меня каждый день и рождество христово и его смерти воскресенье то что я живу той жизнью которую он сам прожил и заповедовал жить всем своим ученикам и последователям то же самое и с общественными праздниками да тем более что они восхищают восхваляют о чем говорят чему радуются мы сегодня будем говорить в частности об этом 9 мая так скажем дни победы праздники да на самом деле единственный праздник какой может быть у человека у святого это праздник раскаившегося грешника не зря иисус так и сказал что на небесах нет больше радости чем радость а грешники раскаившимся да это очень важно когда-то настоящий праздник это это самый настоящий праздник где святые ликуют радуются до тому что грешник пришел в небесное царство любви иисуса христа потому что раскаялся на земле или в аду раскаялся деятельно сотворил плоды и достойные покаяния и вознесся на небеса это очень важно понимать да что же такое 9 мая день победы вообще все эти войны это не что иное как продолжение истории кайна савеля когда брат убивает брат вы мне скажете ну как же каинта убил брата ни за что да то есть каин плохой брат был хорошего он его убил а тут мы же убивали фашистов там кто мы то там разные народы объединились против фашистской агрессии так называемый да еще мы немецкой все это чуть только про германию помню то как же италия все про нее позабывали или просто не знают историю не знает даже тому чему радуется не знает того что что о чем говорят это очень печально хочется призывать вас хоть немножко поизучать историю да уж 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 тем с тем событием которые вы как-то упоминает хотя бы более-менее знать как-то да вот это ничем иное что продолжение этой истории именно такой почему мы с вами сегодня и будем разбирать и на самом деле я об этом сейчас кратко скажу по плоти я люблю выдавать что это какой-то праздник там радости со слезами на глазах не зря мне на картинке такой сталин на щите до своей этой армии и самолетов он летящих посылает там куда-то свое войско потому что на самом деле вы знаете если бы это был как раз вот то о чем я вам сказал да о празднике христианской о святом празднике праздники святых людей добрых людей то это бы действительно был бы траур это был бы день траура это был бы не праздник никаких салютов бы на этот день бы не было никаких улыбок никаких бы радостных восхвалительных речей героем да потому что когда один брат убивает другого брата родители от этого не радуется правильно там кто кого убил неправильно да да почему-то адам с его и не задушили я всем рассказываю когда мы с вами обратимся естественно сейчас более подробно к истории каина с авелем что-то адам с его и там не восхваляли не сами вы не убили да не потомник никого из своих следующих детей не подначили того же самого сифа который родился вместо афеля доска отомсти брату фашисту этому кайна он же авеля нашего убил до второго сына твоего брата которую ты никогда не видел разве вы видим это разве люди которые исповедуют что бог един кстати это исповедует и мусульмане и иудеи и христиане бог один да они якобы любят хоть пусть даже представление его разные но он же один он же все сотворил разве бог радуется там и ликует на празднике 9 мая со всеми людьми так называемыми да о том что а один одни братья убили других пусть якобы и на то что те с ними творили какое-то зло разве бог это уможет радуется что кровная месть льется тысячелетиями с начала первых песен в раю нет не может сегодня мы об этом поговорим и по плоти по плоти сразу понятно что это никакой и вот именно не не день траура посмотрите все происходит 9 мая самый главный праздник самое главное зрелище 9 мая это чего парад чего орудие убийства это самое центровое событие самое центровое это парад вечером салют вот вам два аргумента на то что все эти сказки что это праздник со слезами на глазах мы сейчас поговорим об этих слезах о чем они вообще и как я сказал в принципе знаете вот опять фраза то неплохая и мысли неплохая попробуй вопрос о чем эти слезы и по ком плачут те кто для кого и пусть и праздник со слезами на глазах мы сегодня это выясним да что и о чем говорит эта фраза говорит ли она об истине и действительно правильно ли по ней поступают или нет нет 99 процентов кто и празднует естественно мы сегодня поговорим какой праздник что у них за слезы а два действа это вот парад чего бряться не оружием без такое выражение русские люди знают да по крайней мере но может и во всем мире такое есть понятие до бряться не оружием да папа по площади там в частности в россии в москве по красной площади и во всех городах эти парады мини мини парада там проходят ну самый массовый проходит столице всегда любой страны конечно этим больны все это не только россия я просто как русскоговорящий человек говорю всегда россии живущие на территории россии поэтому естественно мне это ближе я все понимаю все знаю да поэтому редко говорю что там за другие странные потому что просто каждый у каждого человека на земле есть своя зона ответственности того же самого проповедника да она обусловится его языком познанием окружением умовым окружением или там теоретариально физическим и так далее вот бряться не оружием знаете возьмите себя бытовуху вот один убивает вот даже полицейский убивает пусть какого-нибудь там наиболее мелким знаете сведем сюда полицейский убивает там какого-нибудь насильника он убегает он новый стрел и потом через год он всем показывает я вот этим пестиком его замочил да вот это так выглядит чем везут какое оружие заметьте начинает к я не стал вам тут супер картинок набирать нет неинтересно все это блевотина начинает действительно от пехотинцев от люди которые ну грубо говоря от ножа вот именно я фенечка его зарубил да и заканчивая чем современном мире люди докатились до такого что способны способны просто землю уничтожить просто вот нажатием кнопки до всех тех ядерных там вакуумных бомб сейчас чего только нету там до такой по наизобретали что для нас планету расколоть ничего не стоит вообще а уж все живое с нее стереть это вообще действительно как художнику просто по полотну как учительница по по доске до провести в школе там тряпочкой все и нет ничего живого на земле да это это отвратительно и вот это вот парад и вот это вот центровое событие праздника победы со слезами на глазах 9 мая это день беды она продолжается это беснование и по сей день и всегда был и всегда будет к сожалению вот ну и я говорю тот же самый салют а уж вы послушали что там люди кричат на этих салютах ну и мы с вами возвращаемся делал даже не христианстве а к истокам человечества книги бытие неважно иудейская тору вас берешит вы читаете или книгу бытие так называемую христианскую вот и и даже коран да там все ухоте в и как я все говорю что коран вы прекрасно это изложение с элементами сочинения да как в школе порте проходить мы с вами переходим к четвертой главе когда каин убил авеля я вам все не буду зачитывать вы все это помните так как они там приносили жертву боге как богу которых он их не просил вообще ничего приносить ему но они решили принести каина не понравилось да кое-что и что каин убивает авеля о чем я хочу сказать очень важная вещь которую почему-то те же сам христиане якобы называть себя христианами у нас в россии якобы якобы там 80 процентов православных как они любят и цифры явно завышена брехней потому что в том что псевдо христианстве есть помимо православных католики протестанты их немалая часть на территории россии у нас вроде как и мусульман полно и и всех и кришнаитов и буддистов да не многовато ли для вас 80 процентов они на именно население говорят 80 процентов православные да вопросу конечно их немало понятно но все-таки сомневаюсь что цифра близка к реальности такая о чем все забывают при чтении каина савелева и как я вначале сам вам оговорился казалось бы какое сравнение но на войне то убивают злодея якобы хорошие праведники а тут каин убивает авеля так история каина савелев чем заканчивается то когда якобы да каин нехороший действительно убивает ну так скажем ему ничего не сделавшего своего брата младшего причем до авеля бог бог сотворивший его родителей адам из его из праха земного что что делает убивает этого каина каина сам нет дает повеление адаму с его это делать нет адам с его а потом было много детей да в частности мы знаем одно имя тассив следующие на что на вот после этих событий его зачала снова и родила сейфа дать вместо авеля ну так что она сказала так вырастешь мы тебя будем воинам воспитывать вот тебе бряться не оружием потом кайна замочишь когда подрастешь возмужаешь мы видим это нет более того есть прямые слова бога какие и сказал каин господа наказание мое больше давайте чуть побольше возьмем да и сказал господь кайну что ты сделал голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли и ныне проклятый от земли которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей когда ты будешь возделывать землю она не станет более давать силы своей для тебя ты будешь изгнанником и скитальцем на земле и сказал каин господу наказание мою больше нежели снести можно вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли и от лица твоего я скроюсь и буду изгнанниками скитальца на земле и всякий кто встретится со мной пусть убьет меня ну пустят я добавление важно тут смысл да убьет меня то есть каин как бы понимает то что он сам сделал в принципе он достоин относительно себя того же самого да ну что вы смотрите он сам даже признает он как я такой поступают какой закон жизни иисус прямо обозначил а бог в начале в раю об этом всему человечеству вложил в сердце потому что он и есть сущность всего в том числе людей которых он пребывает никогда никому ничего не делать того чего ты не хочешь себе и наоборот ну или вдогонку да это одна сторона медали табу запрет делать зла и вторая часть жизни это вот до нуля да если хотите это никогда но а да вот рай вот линия его называют горизонта ноль да вот все что ниже табу вообще запрет это зло зло никогда не делать всю тьму что от нуля от земли все что нас вот земля символ там все темно сыра холодно есть вот горизонт земли до все что вверх небо светло свет вокруг нас да вот тут нет предел бесконечности ли лить и летение к солнцу да то есть сколько можешь делай добро поступил поступать другим так как ты хочешь что поступали с тобой естественно дело это больше и больше что их к себе хочешь больше и больше любви что же этот бог да говорит каин наш бог творец неба и земли всех нас и сказал ему господь бог зато всякому кто убьет каина отмстится всемиром то есть бог не позволяет наоборот что каину что в этих словах как бы как говорится влагает сердца каждому как библия конечно написано понять все же приписывать богу якобы он тут злой и потом быть всеми мстить нет это закон жизни это как бы мысли которые должны быть у каждого в голове человека в бог это есть да на наше добро на наш камертон внутри нашего умного сердца что кто убьет каина тебе потом прилетит еще больше это что должно быть у каждого эти слова можно сказать что должно быть у меня сердце если я убью его а там отомщу ему даже не просто убью причем отомщу даже дата ему от мстится опять всемиро и сделал господь бог каину знамени чтобы никто встретившись с ним не убил его здесь не важно что под этим понимать ну кому интересно скажу да это по сути понятно не печать на лбу у него было да это как печать духа святого у христиан и все это знаем наоборот печать дьявола это речь идет конечно же чего о внутреннем состоянии поэтому знание не было что как бы бог его бережет в этом плане да вот это очень важно чтобы никто это именно вот запретно атакует а скажем месть да то есть поэтому знамени печати в библии подразумевается всегда состояние естественно человека да вот я как-то записал ролик кому интересно я прямые ссылки не не могу надо дать я же не переслушивался ролик хоть и говорю я записал махатма ганди как сказал принцип око за око сделает весь мир слепым как ничего нового не сказал он христианство знал очень хорошо хоть сам все христианин не называл следовал по сути его учению только и организовался христианином просто перефразив перед другими словами сказано глубокие истины да о чем иисус естественно говорил о чем от древности был известно вот мы с вами видим еще от первых песен все это на нам было и и известное дано богом до ролик на теме как-то записал там тоже поговорил поэтому глубоко разжевывать сегодня буду это действительно мысль просто гениально принцип око за око делает весь мир слепым зло порождает зло тьма порождает тьму это очень важно понимать зло побеждается только добром об этом выпуску павел писал прямыми словами которые в принципе по сути именно процитировал это очень важно да вот в концовке кайна убивает ламех его можно сказать про 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 правнух тогда не жили по тысячу лет этому уже оставим и мы с вами перейдем к 9 главе помните потоп все это ной спасается со своей семьей частью которого лечебным которым являются три его сына по сути все братья второй шанс бог дает всему человечеству на тему почему потом был что мне тоже есть видео или найдете все на моих каналах в разных плейлистах око за око помни добавил в тот же плейлист который вы сейчас смотрите это ролик тоже будет в этом плейлисте это патриотизм или любовь к врагам я на него тоже дам на него я точно дам ссылку в описании первом закрепленном комментарии и в подсказке наверху и вот вообще сути после потопного этого так скажем события бог второй раз дает человечеству жизнь вообще потоп лад я кратко скажу кому интересно отвечу а потом искать будет потоп это был ответом божьим хотя это люди сами все сделали там все законы жизни были без на открылись то потому что люди свалились просто на дно ада в библии все это не описано очень кратко очень кратко вернее описано и опять в глубоких словах божьих да что на растлилась земля на земле до так что суть зло помышление каждого человека от юности его все это кромешный ад это вот о том о чем сегодня в 9 мая посмотрите хроники не даже не художественные документальные фильмы про вторую мировую а посмотрите хроники ну или веру хотя бы какие документальные фильмы ну и в художественных все это как бы мысли там есть мог мог показывать расстрелы разные фильмы конечно отсняты они же на основе реальных событиях вот тоже конечно хорошо вот но не пропагандистки я не знаете вот опять оля ура 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 патриот вот это все за родину бей фашисты мы сегодня об этом еще бы немного говорить а вот именно какие-то не спешит список шиндлера там все равно ну что то такое где все таки высоком немного говорится там об изменении шляхских об ужасах как поступали себе в этих концлагерях там до хаура освенцам именно вот фильмы есть разные известные документальные bbc там какие-нибудь иных где ходят по этим все показывать восстанавливать события есть такие забыл где-то про маятный братьевну название но кто захочет заинтересуется все это найдет добыл желание вот поэтому потоп тут по сути что такое мы все взываем бога господи где ты когда там войны идут когда все это да это живой пример был че потоп это пример того что ты хоть сколько стирает все зло с земли пока это зло добровольно саму не станет добром не изберет путь добра стирать и бесполезно она не изменится от этого и ничего на земле не изменить поэтому земля так скажем она богом оставлено да еще в раю была свободой творить добро и зло естественно остается и до небесного царства вот мы в небесном царстве любви будем свободны но мы добровольно настолько совершимся в любви что мы ни при каких условиях на земле пройдя школу жизни экзамены жизни что мы никогда там зла не сделаем потому что мы на земле прошли школу жизни сдали экзамены что даже когда нас будут вот именно убивать мы не мстим уж не о том что мы сами вдруг станем источниками зла и потом был лишь исторически это назидательный ответ и пример того что бесполезно богу насильственно менять кого-то там до всех злодеев убирать куда их уберешь то как в псалмах сказано куда куда от тебя сбегу на дно ада и там ты да бог то везде бог не может кого-то куда-то убрать когда любит рассуждать об этой гиене там об аду якобы есть какой то но это люди не познавшие смог далеки от нее что якобы есть во вселенной какое место где нет бог бог везде это просто и просто сами вот такие маленькие не познавшие истину думать такими понятием что где то есть на место где нет бог может можно от нас их всех отодвинуть этих Грешников куда-то от Бога А мы тут будем с Богом веселиться Нет, это не так Все, что есть, все, куда бы вы там В нескончаемом пространстве Вселенной Не смотрели через всякие хаблы Там везде Бог Нет никого места, куда можно было у грешников всех Сослать, запереть В аду на вечной муке В бездне, там везде Бог Это очень важно Поэтому мироздание, все должно прийти К всеобщему покаянию в концовке И вот этот потоп был лишь примером того Что ничего от этого не меняется Ты хоть стирай, хоть не стирай, так скажем Что началось после иной Но это нам показывает, как, во-первых, Бог любовь Как бы второй, третий шанс, да, дает И все то же самое по кругу Именно поэтому Бог нам просто примеры там показал Но опять же надо понять, что люди сами там Дошли до этого ада, сами открыли эти Библия считается ровно наоборот Все, что там приписал плохой Бога Это плохой человек Все, что там хорошее, это хорошее от Бога Вы помните, Яков так и напишет Всякое дело доброе от Бога И всякий дар совершенный Это все от Бога Бог не искушается злом сам И сам не искушает никого Это очень важно помнить Бог есть абсолютная любовь Творец всего, он всячески во всем Поэтому он сам себя не уничтожает Не может уничтожить и не хочет Но после потопа Немножко пропустим речь Сконцентрируемся сразу на важном Что Бог же говорит Ну хотя ладно, давайте все прочитаем Чтобы не вырывать Благословил Бог Ной сыновей его И сказал им Плодитесь, размножайте, наполняйте землю Дострашаться вас и дотрепещут все звери земные За то, что они их убивали Все допотопное время Со времен убийством Животного Адама съела в раю И все птицы небесные Все, что движется на земле Все рыбы морские Ваши руки отданы на ней Все движется, что живет Будет вам в пищу Как зелень травную даю вам все Только плоти с душой ее С кровью не ешьте Я взыщу и вашу кровь Которую жизнь ваша Взыщу и от всякого зверя Да, кто знает, я веган Потому что веган это тоже часть любви Непосредственно всеобщей любви И все это подразумевается Слово веган Это любовь именно к животным Ну, к растительному миру В том числе Ответ на этот вопрос Почему здесь так написано Что якобы Бог разрешил Как это трупажоры говорят Убивать и пожрать животных Это абсолютно не так У меня есть на канале Целый плейлист Веган по Библии Там все ответы вы найдете Сегодня мы обращаем внимание На другие слова Взыщу также душу человека От руки человека От руки брата его Почему здесь так сказано От руки человека От руки брата Да потому что все мы братья на земле Ну или сестры Как хотите Братья с сестрами Почему? Да потому что мы Раз от Адама с Евой Все говорят Мы дважды от одного человека Раз от Адама Ева не устраивает Еще раз От Ноя Мы все вместе Все мы на земле Все Когда насаются С национализмом Каким бы его хорошим Под каким бы соусом Его не подавали Гордость или радость Что я там русский китаец Что такое русский китайский Да и в каждом крови Намешано Перемешано Гражданство бумажное Вообще ничего не знает Это все от человеков Когда она остается С национальной гордостью Это все беснование Это все от дьявола О национализме Я наверное запишу Скоро Национализм Нацизм Фашизм Нехороший ролик Вышел у Варламова Кто знает Русский блогер Рекомендую посмотреть Ну там Нет того вывода Конечно Какой бы сделал я Я поэтому Может быть запишу В принципе ролик Интересный Расширит ваш кругозор В свете Всех тех событий Что же сейчас происходит Убийственная агрессия Рашистов Против украинского народа Рекомендую посмотреть Я постараюсь Просто у меня Вот в этом ролике Патриотизм В принципе я уже все говорил Но я еще раз Может быть запишу Такое вот так назову И тоже отвечу На эти вопросы Любой национализм Проявление его Любая радость Или гордость И вообще Какое-то возвышение Себя относительно Того что ты по плоти Что-то у тебя Не такое как у других Цвет кожи Руки Ноги Сила Или слабость Чисто внешнее Все что такое внешнее И даже внутреннему Что у тебя что-то Там писатель Или художник Это никак тебя не возвышает Над другим человеком Это вообще Не добродетель Мы просто разные Вот и все Причем особенно В этом мире Лежащем во зле В этой адской школе жизни Да Познание Всех ужасов Зла И всей Радости И счастья Добра Мы просто Разные классы В разных школах Да Находимся В разных классах Так скажем Эта школа Да Вот Разные предметы Так скажем В конкретной Проживаемой жизни Из тысяч жизней Которые мы живем За всю свою Человеческую историю Реинкарнируя Из одного тела В другой Да Вот Здесь очень важно Вот Поэтому здесь и сказано Что Про ли от руки человека А кто это тебе человек Брат Мы все От одной капли крови Я всегда Такую фразу говорил От одной капли крови Когда ты Что Вот Он там Да Это же китайцы Это же американцы Господи Это Насколько Надо быть Вообще Недалеким Это все Православные Да Такие же Рашисты На 99.9 Ибо Человек Создан Более того А кто Это все люди По образу Божьему Каждый Ну Еще раз Вы же Плодитесь Размножайтесь И распространяйтесь По земле И умножайтесь На ней Да Вот так вот Это Походит На то Что Это После Ноя Да Три Три человека У Ноя Три сына Все они Друг другу Родны Да Потом Каждый Разветвляется И пошло И сейчас Мы видим Ну Образно Говоря Сегодня Там Около 7-8 Миллиардов Сколько Там Нас Фихо Знает Кто Бо Мог Посчитать На Сем Мог Посчитать Эти Переписи Все Ну Так Ориентировочно Неважно Суть Плюс Минус Километр Плюс Минус Миллиард Мы знаем 7-8 Ну И что Есть На земле Хоть Один Человек Который Тебе Чужой Нет Который Тебе Не близ Который Тебе Не родной Нет Это Потомок Кого Нибудь Из Детей Ноя Грубо говоря Не грубо А лучше взять Повыше Мы все От одной Вообще Капли От того Человека Которого Бог Даже Ни мужчина Ни женщина Вы помните Человека Создавал Спраха земного Вдумал В него Дыхание О жизни От одного Даже Не от трех От одного Мы все В нем И он В нас Это Человек И Бог Так Скажем Это Очень важно Понимать Очень важно Вот это Видеть Все О какой Там месте О каком Убийстве О какой Радости О каком Празднике Может Эти речь Там Со слезами На глазах Убивая Чтобы Не быть Голословным Я Вот В Яндексе Набрал Убей Фашистов Это Чтобы Просто Иллюзий У вас Не было Вы посмотрите Какие Плакаты Это же Все Реальные Плакаты Тех Времен И после Второй Мировой Ну и во Время Нее Убей Фашиста Изувера Что тут У нас Еще Убей Он Убил Твоих Близких Сжег Твой Дом Разорил Твое Хозяйство Убей Его Еще Тво Направлен К Христианам Которые Должны Быть Что Мы Сейчас На Горной Проповеди Переходим Христа Который Скажет Вы Соль Земли Вы Свет Миру Тогда Светит Свет Ваш Пред Людьми Чтобы Они Видели Ваши Добрые Дела И Прославляли Бога Небес Но Кто Будет Прославлять Оттого Что Потом Немцев Так Называемые Союзники Все Думают Что Фашизм Победил СССР Вообще Фашизм Победила Коалиция Антигитлеровская Вообще Это До Когда Еще Воевала Люди Вообще Не образованы Люди Вообще Невежды Прежде Чем Была Великая Отечественная 41 45 Вообще Это Она В рамках Была Второй Мировой С 39 По 45 И С 39 По 41 Два Года До Того Как Советский Союз Вступил В Эту Вторую Мировую Англия Уже Два Года Проливала Кровь Немцев И Свою Была Огромная Бойня Там Вся Европа В Королю Уже Утоплена Уже Африка Кто Знает Куда Там Гитлер Все Пошел Многие Даже Не знают Что В Африке Там Эти Бойни Были Ничего Не Знать Я В Этому Давно Убедился И Что Именно Не Только Немец Немцы Это Италия Которая Была Фашистской При Муссолини Вот Это Испания Та же Самая Хоть Она Не Особо Воевала Но Те Само Фашистскую Идеологию Исповедала Ну Победила Эта Партия Все То же Иисуса Христа Да Слышали Вот Такие Мы Сейчас Нагорную Проповедь Будем Читать Вы Соль Земли Если Соль Потеряет Силу Чем Сделаешь Ее Соленая Она Негодная Ее Только Выбросить Разве Это Соль Смерть Немцу Такая Женщина Тут Тут Наоборот Женщина Живая Ребенок Убит Отомстим Она С автоматом В рукам Уничтожим Фашистских Людоедов А Я к тому Что Не закончил Мысли Все эти Сказки Про Эту Якобы Про Якобы Эту Девственную Советскую Армию Такую Знаете Осипов Как-то Любил Говорить Это Профессор Православной Секты Как дети Прошли По Европе Он там Про французскую То же самое Говорит Про вторую Мировую Как Дети Прошли Никого Не трогай Никого Бешай Это Брехло Он сам Брехло И брешет Прямо Это Чадо Дьявола Это Я напомню Я только ролик В принципе Записал На эту тему Тоже Я там Об этом Говорил Кто смотрит Последствует Мое видео Еще раз Скажу Это Советская Армия Которая Побеждала Фашизм За год До этого Сталин Сжавший Руки С Гитлером Разделили Польшу Пополам Объявив Что польский Народ Это Тоже Нечто Нечеловеческое А его Земля Принвежит Вот нам Направе Силы Все И Сталин Со своей Ангельской Сквитой Советской Армии Объявляет Войну Финляндии Нападает На Финляндию Просто Уничтожая Ее народ Отжимая Ее территорию Это Та же Самая Армия Это Ровно Все За год Почитайте Что Такое Русско Финская Война Да Они Сколько Положили Людей Сталин Лес Как его Дружок Ленин Говорил Лес Рубить Щепки Летят Для них Там Миллион Потом Бабы Нарожают Они Конечно Там Завязли Клыки Побломали Хотя Конечно Финляндия Не могла И уничтожить Советскую Армию Но И там Кое-что Отжали Но По минимуму Вообще Потому что Поняли Что Увязли Там Вообще И там Люди Просто Дохли Как Мухи Русские Танки Там Все У финнов Там Шесть Танков А у Этих Тысячами Десятками Тысячами И они Об них Зубы Обломали Вот Ну Узнайте Все Что это Было Это Та же Сам Армия А уж Про То Что Как Воевали Вот То Что Вы Сейчас Видите На Украине Это Ничего Нового От Первых Времен Все Одно И Тоже От Там Не Были Это Убийцы Дармоеды Это Самые Негодные Люди Земли Вся Эта Профессия Она Дьявола Это Исчадие Ада Туда Нормальный Человек Не Пойдет Нормальный У которого Хоть Какой То Свет В Душе Он Понимает Чем Он Будет Заниматься Сама Принцип Так Скажем Мировоззрение Военного Ты Исполняешь Приказ Не Важно Какой У Моральный Ты Не Имеешь Права Задумываться Ты Не Имеешь Права Не Исполнить Приказ А Приказ Естественно Какие Убивать Там Именно Сама Эта Концепция Армия Она Уже Дьявольская Приказ Там Один Убить И Он Не Обсуждается Все И Ты Даешь Присягу Да Я Дебил Я Отдаю Свою Свободу Я Отдаю Свою Сердце Свой Ум В Жертву Чему Идиотизму Дьяволу Я Никто Я Ничто Мне Говорят Убивать Я Убиваю Я Идиот Я Бессердечный Идиот Все Он Подписывает Это Поэтому Чем Там Их Радуется Восхваляет Военные Это Самая Адская Профессия На Земле Это Слуги Дьявола Сами И И Исполнители Слуг Дьявола Никакого Почета Им Там Восхваления Радости Преклонения Тем более Как у Путлера Там Что менты Там Все эти Вообще Люди В погонах Это Особая Каста Да Особая Каста Слуги Дьявола Его Министерство Поэтому Это Просто Да По поводу Того Какая Какая Это Безобидность И она Товторила То же Самое Везде И во Вторую Мировую И Когда Пошла Агрессия Наступательная Обратная Да По захвату Германии Там Да Свяжению Гитлера Вы Почитайте Узнайте Действительно Открытый До сих пор Их еще Не в России Во-первых Сколько к нам Все идет Не открыто Вот Но все Что мы Сейчас Видим На Украине Все было Во все времена От первых Песен От Каина Авеля Все было И мародерство И насилие И убийство И насилие И детей И женщин И мужиков Всех на свете И убийство И разграбление Все одно и то же Там отморозки Это отморозки И что от них хотят Ничего Почитайте Что делали Вот эти Рашисты С 45 Года Когда Вошли в Германию Почитайте Если они Просто Так скажем Если они Даже как они Говорят Все понимают Если вот Человек был Как они Некоторые Любят преподать Такие Колеблющиеся Или вот такие Их вроде Чего-то обличают И мы тут Родину защищаем И шли Просто там Фашистскую гниду Замочить Вышли Может там Два человека Таких Хотя бы С такими мыслями Якобы Только злодеев Убивали А остальные Кругом Насиловали Убивали Все то же самое И медменные Жители Все мародерствовали Грабили Вели себя Как Подлецы Последние Все было То же самое Ничего не меняется До сих пор Есть открытые Как они там Сироты Насиловали Всех На свете Все это Описывал Потому что Там есть Такие Средние Колеблющиеся Люди И все это Потом открывалось Это Эр Это вот такие Мини Что для нас Дошло Открыто Это очень Важно Понимать Так Не убьет За страну За страну Советскую Против Против украинского Народ Под теми Самыми Лозунгами Идет Так Что тут у нас Смерть Нет Сам Душегобом Убей Его Ну это Там Я смотрю Одинаковые Посты Что тут Еще у нас Это Про папу Мы уже Видели Убей Его Тут На каком-то Языке Может другом Ну в общем Вы поняли Да Вы сами Посмотрите На все Это Тут все Очень Понятненько Да Убей Гдето Убейц Ну я думаю Я вам Отсылку Дал Отомстим Опять Все Вот эти Вот Они Видите На маленьком Экране Открываются Может вы Как по-другому В поискове Зайдете Ну вот Убей Фашиста Я так Набрал Сразу Можно найти Все плакаты Тех времен И после Тех времен Да И все Становится Понятненько Да Чем же Ну и что Мы с вами На этом фоне Куда мы С вами Отправляемся В Нагорную Проповедь Евангелие От Матфея Что Говорит Иисус Еще раз Напомню вам Да Даже 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 Начну Отсюда Блаженно Чистые Сердцем Ибо они Бога Узрит Блаженны Миротворцы Ибо они Наречены Будут Сынами Божьими Блаженны Изгнаны За правду Ибо Есть Царство Небесное Блаженны Когда Будут Поносить Вас И гнать И всячески Неправильно Засловят За меня А в другом месте Мы с вами Знаем Иисус Не раз Говорит Когда Будут Убивать Вас И пытать И все Радуйтесь И веселитесь Ибо Велика Ваша Награда На небесах Так Гнали Пророков И убивали И бывших И с Иисусом Сделают То же самое Бывших Прежде вас Вы Соль Земли Если же Соль Потерять Силу То чем Сделаешь Соленым Она Уже Ни к чему Не годна Как Разве Выбрось Ее Вон На попрание Людям Вы Свет Миру Не Может Укрыться Город Стоявший Наверху Горы И зажегший Свечу Не Ставят Ее Под Сосудом Но На подсвечнике И светит Всем В доме Тогда Светит Свет Ваш Перед Людьми Чтобы Они Видели Ваши Добрые Дела И Прославляли Отца Вашего Бога Нашего Ну И Самое Первое С чего Иисус Начинает Вы Слышали Что Сказано Древним Не Убивай Кто Ж Убьет Подлежит Суду А Я Говорю Вам Что Всяки Гневающиеся На Брата Своего Иисус Здесь Не Просто Так И Опять Слова Употребляет Брат Потому Что Все Мы Друг Друг Братья Конечно Извращает Все Перетолковывает Якобы Он Тут Вообще Евреям Говорил Опять О Евреях Слушайте Надо Быть Полным Идиотом И Не Познавшим Истину Чтобы Это Утверждать Иисус Это Бог Бог Вот Тот Бог Единый Бог Любовь Пришел Во Плоте Он Говорит В том же Сам Контексте Как Я Не Зря Уже Прочитал Что Мы С вами Посмотрели Это После Потопной Все Эти Наставления Божьи О том Что От руки Человека От руки Брата То Это Равно Здесь Мы Читаем Как Всякий Гневающийся На Брата Значит На Человека Теперь В обратно Отматываем Цепочку Слушайте Куда Еще Понятнее Иисус Выразился Во-первых Его Жизнь Свидетельствует О том Что Сам Он Ни С Каким Мечом Никогда Не Ходил Жил Во Времена Римской Оккупации В Юрусалиме Где Римляне Тоже Издевались Насиловали Ну Там Правда Немножко Пожестче Было Кто Не В Там Немножко Правителя Ну Только Не Согласно Меняешь Согласно Опять В чем Не Во всем Им Все И много Не надо Было Им Нужно Было Только Деньги Налоги Мы С вами Из Евангелия Много Раз Видим Как Кто Знает Что Там Собирались Есть Евреев Откуда Эти Мытари Туда Те Кто Собирали Налоги Для Римского Государства Вот Это Надо Было Тех Самых Воинов То есть Юноши Отдавать Военную Службу Вот То есть Не только Свою Защищать А именно Императорский Так Скажем 12 легионов В Риме Было Войско Вот Естественно Это просто Признание Вот Ты часть Империи Римской Как бы Император Твой Глава Теперь Ты не просто Какой-то Израиль Со своим Царем Во главе Нет Ты Царь Станется Губернатором А вот Есть Император Все То есть Там Минимальные Деньги Это Люди Для войны Как всегда Налоги Общие И вот Общее Признание И даже Остальное Там Если Они У Рима Хватало Ума Опять же Знаете Всех Лучших Уже Берем Там Сферу Науки Спорта Они Уже Их не порабощали Они Наоборот Предлагали Максимально Идеальные Условия Пожалуйста Хочешь Вот Там Знали Что Они Из всех Народов Лучшее Собирали Ненасильное Угоняли В плен Как вы Помните С теми же Самыми Евреями Случай При Новоходоносце Помните Даниил Когда Угнали В плены Израильские Народы Лучших Опять же Даже По себе Цари Всегда Ставили Даниил Какое место Высоко Занимало В Той Империи Восточной В тех Захватчиках Новоходоносором Являлся Императором Которым Царем Таким Скажем Великим Вот Ну тогда Ты был Пленен А Рим Таким Не действовал Таким Методом И не Исповедовал Это Все Да То есть Пожалуйста Ты лучший Ну приезжай В Рим Тебе все Дадут Великий Художник Или Великий Даже Поэт То есть Собирали все Самое лучшее В этом у них Ума хватало Конечно Надо отдать Должное Вот Ну и что Как согласуется Все что мы С вами Только что Это знаете Теперь не к убей Надо вот просто А вот то что Мы с вами Все это Насмотрелись Убей 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 И прям Следом Читать Вам сказано Вы слышали Древним Не убивай То есть Вам сказано Ну по сути Вам сказано Не убей А либо наоборот Вам говорили Что убивай Да То есть Ну Иисус говорит Что вам сказано Не убей А я говорю Даже не гневайся Да То есть Иисус вообще Берет максимум Ну вот именно Сейчас Я говорю Тут даже Вот эти слова Неуместны Иисус говорит Вам уже сказано Это А я говорю Не то что Не убивай Там Да И тебя там Вообще даже Не гневайся На человека Внутри себя Это очень важно Да То есть Он говорит Это вообще табу Убивать это табу Вот заметьте Мы читаем сейчас Об Иисус Он говорит Не то что Не убивай даже не гневайся а я вам читаю эти слова иисус к тому что вообще то есть я пытаюсь доказать что надо не убивать хотя он так вот вам сказано и это так и есть это табу не убивай а я говорю даже не гнева си что когда вот это вот все то что мы сейчас видели на картинках случится да будет сжигать там твой дом твоих близких убил разорил твое хозяйство убей его иисус гадь не убивай даже неисуса иисус гаид что вот это не убивай это это вообще нормально но ты на такого даже не гневайся почему почему иисус говорит он даже не как не убей это все это да это не убей это ведь даже не гневайся почему а потому что мы с вами все не просто опять прочитали первые главы книги бытия о том чтобы бог есть любовь понять и все на земле это просто свихнувшийся мой брат сейчас по сути то что иисус говорит он говорит не каину каина это понятно это бог его мы с вами и читаем мы с вами не видим ничего в вернее вот это мы видим как раз уже в 9 главе не зря и прочитал первую главе как бы не видим это я вам между строго ли смотрите бог не ну-ка вернее как мы впервые конечно видим все это уже мы с вами видим что бог и сказал да не убиваю воздастся всемир я имею что не был прямо как я вам сказал да что он сказал низко или не сказал или сказал наоборот это адаму с евы не убивайте каина до детям его не говорили чтобы вы детей не учили по-другому перефразировал говорю что да разве адам севы решили убить к или детей своих учили нет то есть все в принципе было то есть иисус принципе ничего нового не говорит что было от первых песен сотворение мира то что бог есть абсолютная любовь там по сути все просто иисус это прямо сказал а там это подтекстом до воздастся семеро и отчаясь сюда он под символом такой угрозы да что тебе ты кто то же самое вкусишься еще и больше в девятой главе то же самое до что взыщу как бы вот это все иисус уже что ты должен понять что дело не в тоже даже тебя взыщет и ты все это грабли и ты по лбу все равно получится все все зло тебе в жизни возвратиться нашей школы жизни чтобы ты научился чтобы поступать другим так как чтобы что поступать с тобой с тобой поступит так же как ты не хочешь что встава поступали ты поймешь что так надо все таки делать очень важно это сам это не понимаешь поэтому не живешь ты поймешь от на своей шкуре это очень важно иисус как бы подводит итог и как говорится прямыми словами называть то что мы с вами сегодня ветхом за это почитали не гневайся почему потому что вы все это да он съехавши это это уже конкретный иисус говорит авилю которую каин убил но убила тебя да но негодяй но ты-то не гнева с ним это он говорит адаму съели то он говорит его там следующим братьям сифу и так далее то горит всем докажу который сказал да что с тех кто взыскивать но ты-то не гневайся это очень важно понять когда ты это понимаешь что суть жизни то и радость настоящего человека ибо бог есть любовь и нет места то о чем все мужик все это опять по кругу пережил уже говорил что нет места где какой-то там рай или от да ну это будет временно разделение как всегда до чтобы оттуда туда переходили расскажем да вот но нет больше радости о чем о кающемся грешнике вот о чем у тебя только радость была а об это тут тут и радоваться конечно нечем когда кто-то с катушек слетает но и гневаться на это не стоит гневаться в глубоком смысле я уже об этом много раз говорился сегодня еще об этом буду говорить что-то любовь настоящий как ее проявлять тогда и и что понятно я всегда раз уж когда тебе выбивают зубы у тебя не может быть радости или любви те теплый к человеку потому что любовь к теплой когда тебя гладит когда тебе целуют эти горит теплые слова у нас теплое чувство радость возникает когда меня любит проявлять дело любви когда мне доставляет удовольствие когда мне доставляют страдания через боль я мучаюсь мне плохо я не могу испытывать то мучается ну я не могу исполнить заповеди любви к врагу любви к людям можешь бог иисус не давал ничего неисполнимого тогда евангелие выкиньте на помойку ну конечно те кто просто поверил иисуса спасается или крокодилями слезами под полотенчиком у попики там все понятно там они его давно выкинули а если настоящий евангелие если жить по заповеди о любви ко всему божьему творению она исполняем абсолютно причем даже к врагам когда вы видите зло какое-то происходящее у любого зла есть лицо это не просто какое-то абстрактное зло это кто-то конкретно это зло творит у вас не может быть теплого чувства теплого то что когда он гладит так устроены через нервные окончания нам хорошо и когда нас бьют на за на больно эти же нервные окончания с ним происходит другая реакция и все это до нас до внутреннего я в душе доходит ты не можешь изменить природу в этом-то и добро и зло что такое зло что такое добро хорошо мне кайфовывает добро мне плохо и зло эти органы у всякого человека есть познание все люди абсолютно в одинаковых условиях вам не нужны по сути не библии ничего не не христолюбцы никто вы знаете что такое добро и зло приятно хорошо добро больно ай-яй-яй плохо все с другим то же самое не делай делай на оборот что ему хорошо все эти глупые вопросы ой да тогда наркота хорошо ничего хорошего ты завтра будешь страдать от нее вот так что вот так вот иисус прямо вообще тут вообще то есть иисус уже говорит о внутреннем состоянии табу на внешне да он говорит что у тебя внутри должно быть это любовь любовь какая желание чтобы он показ как он покаялся как он покаяться давайте мы еще все до читаем я уже своими словами скажу потом тут про прелюбодеяние вы помните про измену про клятву и вы помните как иисус может сказать продолжает да мы специально все пропускаем вы слышали что сказано око за око и зуб за зуб а я говорю то что мы с вами читали какие пост когда мне просто рассказывают да вот это бред не что мы там со слезами на глазах и и посмотрите и что это была велика тезанок сайте к чему призыва убей его он твой дом забрал твоих детей родителей хозяйства убей его убей его чем угодно задолби молотком за руками задуши его мы с вами только что это читали как угодно только убей его иисус говорит вам сказано око за око зуб за зуб а я говорю вам не противься злому но кто ударит тебя в правую щеку твою обрати к нему и другую и кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку отдай ему и верхнюю одежду и кто принудит тебя здесь кстати не просто раболепные многие не понимают и славы тут перевели цена дальний перевод из игры относитесь к нему проще с вдумыванием сочетанием параллельных переводов с размышлением о том что здесь здесь иисус играет это пленение порабощение и что ты всем подряд там те сказали пошли ко мне там 10 соток пропахаем и ты пошел тебя самого дел по горло не а тут просто тебя пашут потому что ты христианин да я тыкнул вот этой фразой нет здесь идет речь вот именно принуждение пленение об аресте рабстве там еще принуть тебе эти с ним одно поприще иди с ним два просящим у тебя дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся слушайте но какая противоположность тому что мы только что с вами читали до в этих в постах вы слышали что сказано люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего а я говорю вам любите врагов ваших всех всех потому что мы все от одной капли крови все от адама с евы все от ноя сима хама и афета трех его сыновей от трех братьев все поэтому их любит и кажется что иисус нам чуть приказывает саповеди евангелия что-то такое внешне спущенное богом вот тяжело исполнимое не когда ты познаешь что бог есть любовь для все это становится нормально как я буду ненавидеть брата своего я всем говорю перечитайте послание она богослова некоторые опять-то смущается или завращает или на это манипулирую что якобы у него там часто слова брат употребляется да кто там ненавидит брата якобы ну так секте пишет к своей как секси христианство которая сформировалась а уже верю тогда это с евангелем вообще не согласуется это до 5 либи ближе ненавидеть врага своего ян богослов что ничего не понял из-за учения христа да нет он как раз понял и братом там называется каждый человек потому что что всякому кто убьет человека убьет брата своего с того за счет а я говорю любите врагов ваших благословляйте проклинающих вас благотворить и ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас по поводу благословляйте знаете извратили это слово что в мире религиозным к папу подходит благословить там ручку лишь бы ему поцеловать а и боясь он подставит они и задницу ему вылежут да разве этом благословить это благое слово это раз и двусостановое слово раскладываешься на два более простых это благо я штук благое что такое благое слово что такое благость это не на русский язык от счастье благо это греческое слово непереведенное перешедшая в русский язык до благо счастье благость счастливый да это слово которое сделает это человека счастливым что такое благословить это слово делающие человека счастливым доставляющие ему что радость если это нормальный человек и доставляющему временную печаль если это грешник потому что иисус благословляя говорил вы дети дьявола почему объясняем потому что ищите убить меня быть покатитесь не делайте этого благое слово к врагу это обличение его неправда его его злых дел это очень важно понимать благословляйте врага это не знать что вы по головке гладите благотворить это не знать что вы помогаете ему держа жертву которую насилует что за глупость молитву за него это не говорит что бог ему дал сил еще десятерых изнасиловать нет во первых молитвы от помышления вот это желание как раз его покаяние то есть молитва твоя за врага это желание не убить его шутку молиться за врагов а желание что сделать чтобы человек покаялся привести его к покаянию чтобы он вместе с тобой оказался в небесном царстве любви иисуса христа потому что много не бывает любви много не бывает поэтому нормальные люди познавшие истину не хотят там быть одни не двоим не троим не чтобы нас там маленькая кучка маленькое стадо было нет они плачут о каждом как раз да и желают покаяние каждого человека и со слезами на глазах будут встречать там каждого со слезами счастья действительно о том что этот грешник покаялся и сотворил плоды достойные покаяния вот это вот молитва мое внутреннее состояние мой желание покаяние каждого грешника выражается в моих словах и делах благотворите и благословляйте это благо слово слова праведные слова правды я говорю я обличаю сейчас частности все русско-говорящие дни русского кто сейчас этот конфликт россии против украины агрессии рашистов против украинского народа может перерасти в третью мировую в ядерную тут все сейчас должны участвовать и благой слова будет обличение обличение рашистов этого зла этого мировоззрения их дел и дел конкретных мы знаем уже сколько беззаконе творится и слов их них которые они своими языками воспаляем от гиены произносится всей этой пропаганды мы все это должны что делать обличать это и есть любовь к врагам и благотворить что можете делать мы же в деле в слове может быть ну ты и делаешь я могу слова потому что я не могу монтировать как мне помогает монтировать это уже тоже делай его он же сам слова не говорит вот кто-то копеечкой помогает кому сейчас тяжелой ситуации всех проповедников кто в россии таких как я живу до что можно помогать как туда распространять все это тоже дело вы же не сами говорить это уже ваше дело они благослово вы сами ничего не говорите ну хотя бы хотя любой перри репост можно хоть одной фразы своей личной чтобы ваши друзья или что это ваша личная еще позиция тоже но она и так по идее должна понятна раз в этой репосте говорить с ближними с родственниками с друзьями со знакомыми с любыми встречающими зашла этот разговор вот но и благотворить я уже сказал тоже любые все дела ты физическая там помощь какая-то людям все что угодно да вот так что вот так вот любите врагов ваших благословляйте проклинающих вас благотворить и ненавидящий вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас да будете сынами отца вашего небесного ибо он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми посылает дождь на праведных и неправедных ибо если бы вы будете любить любящих вас об этом все время говорит какая вам зато награда да он жёг твою там семью ну давай пойдем в ответ что и делали еще расисты 45 года и все уничтожали ту же самую германию со всеми мирными да вам же это не нравилось еще вы там да там все потом в мерещились военными преступниками да вот смотрите ситуация будет зеркальной если честно на украина перехватит инициативу а там и весь мир подключится и на россию пойдут посмотрите за вы пьют особенно все те кто поддерживал это или были нейтральны когда их-то начнут их города начнут обстреливать к ним войдут эти армии у них будут все забирать ой тогда не взводят они справедливости к богам ко всем может быть к христианскому крик христу к иудейскому к калаху начнут взывать что же это такое творится вах 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 все будет то же самое мы ни в чем не участвует как они дымы то что дымят ничего моих от с краю я не под я молчал я не поддерживал ну или был против но не говорил ну и что я то не с ними я же не шел туда хотя там мой сынок шел сынок друга шел да я ничего не говорил урок жизни познает тот же самый но вопиять будет точно также ибо если вы будете любить любящих вас какая вам награда не тоже ли делают и мытари то есть и грешники в другом в евангелии от луки так и написано если вы приезд только братья ваши что особенно делать не также поступать язычники и так будьте совершенны как совершенно отец ваш небесный когда христиане топит особенно за войну за убийство это вообще отвратительно это вообще от от меня мерзительно эти люди хулят духа святого хулят истина хулят христианство хулят и порочи своего учителя путеводить путеводника иисуса христа бога любви являешься плоти все это мне абсолютно не соответствует в принципе я картинка виде даже видел я вам принципе уже все сказал уже все выпалил еще раз по поводу любви еще раз по поводу даже того что вперед на вот это скажем умудряются даже пукер да умудрился процитировать процитировать евангелие у них там бесноватая сходка в лужниках или где было там да где они там вокруг сеть бесновались этот вот когда-нибудь я надеюсь в качестве грешника дать мы с пукером все обнимемся но только тогда когда он покаяться сотворит плоды достойные покаяния вот это очень важно поэтому сейчас мы обязаны обличать и все это зло вот и даже там он умудрился печера это у него конечно хорошие но в хорошие в кавычках да мозги-то пудрить они умеют ну дети все это не запудрит а другим к сожалению это получается да что нет больше любви той кто положит душу своя конечно ни капли не сомневаюсь что путлер никогда евангелие не читал в жизни все что ему пишет он сам не понимает что он откуда там говорит в частности да естественно какое положение жизни за душу за друге своя да и больше той любви конечно же об этом надо всегда понимать что речь идет из это надо знать жизнь и учение иисуса христа саму никого никогда не убил никакого ружья меча ничего не носил до петру дашь который заступая за него за саму истину во плоти иисуса христа вместо головы не получилось на трубил там ухо одному из арестантов иисуса вы помните даже тогда иисус сказал вложи свой меч туда откуда ты удостал более того он сколько раз его призывал его выкинуть да и за всю всю все это время что они вместе ходили и буквально за их часов назад на прощальном ужине и пытается сказать что меч которому будете побеждать это меч духовное слово а он ему опять вот здесь два меча у меня там и еще у кого-то ну вот ладно все с вами ясно пойдемте написано что встали и вышли пошли уже в гефсиманский сад задумайтесь что это такое особенно когда люди лживо вырывают эти вот так называемые псевдо христиане топящие там за убийство неважно там пропагандисты или мелкого уровня или высокого разве иисус разве как можно читать эти слова иисуса они подкрепляются все что говорил иисус он подкрепил своей жизнью все что он делал в жизни он потом прокомментировал так скажем или до еще этого поступка словами хоть и еще когда говорил о подставлении щеку еще не подставлял но потом когда пришло время его арестовали там били сбивали калашматили по щекам били в том числе он никому не мстил хотя был богом во плоти и одним всасыванием дыхания жизни которую когда-то вдунул в первый человек мог у каждого жизнь забрать он этого не делал более того как когда петр промахнувшись мимо шеи листу пришедшим арестовать христа отрубил ему ухо и иисус это ухо исцелил прилепила было обратно своему своему врагу кому-то пришел его арестовывать петру сказал этого не делать защищал он саму истину во плоти саму истину во плоти там промахнуться было нельзя дать не просто идеологии это еще прямо истинного плоти бог являвшийся во плоти иисус христос куда еще выше какой правильный поступок можно было в жизни совершить защищать христа от всех этих негодников такого безвидного ягненка до у которого ничего нету сам никак воевать не хочет врагам своим не отвечает злом на зло ну куда еще защищать такую самого бога не просто там какая-то джихад там до невидимом бога аллаха на небесах защищать нет вот прям он во плоти виск казалось бы чё тут промахнуться некуда вот он стой защищая его руби всех на свете нет иисус его не похвалил и по головке не погладил ботов запретил ему все это дело это очень важно и по поводу уверен именно поэтому вот именно в этом поступке когда иисус отдал свою жизнь он сам сказал тут же им говорит что никто не забирает в этом же гефсиманском саду ученика никто не может забрать у меня я бог во плоти я сам отдаю для чего почему она жертвенная почему он за нас как бы положил за каждый из нас эту жизнь морской дал нам пример в этом примере он положил за нас шоу об этом праведник не должен кому-то учить ценой собственного здоровья свободы или жизни по идее пусть сам доходит до истины и поступает по ней а он нам проложил путь показал причем более того вот именно то бог любовь пришел во плоти без греха это еще больше возвышает его этот поступок да и он все равно пришел и показал тот путь чего мог бы не делать сами когда допрем через школу жизни поступать с другим так когда нам чем поступит мы сразу в жизни много чего понимают нет он из любви к каждому из нас тоже бог есть любовь пришел и показал путь чтобы нас не было ни отмазок не отговорок ничего чтобы мы все точно также делали да и поступали это вот величай величие его поступка и явление абсолютное жертвенной любви ради каждого из нас вот что значит положить дать пример мне какой-то лучшей картинки мне от нравится это она хоть я ее к вегансту всегда кто знает до припы показывают тоже там своих мне нравится что здесь как из уголосли не будь как дети не войдете в небесное царство здесь прям два глубоких смысла ну и на заднем фоне они как бы защищают животных взявшись он за ручки закрывая их да но представьте в этот раз на заднем фоне я не знаю не стал я подбирать какой-то иллюстрации тяжелое надо найти что-то ну представьте сзади весь мир людей животных природу матерей родителей детей там кого угодно друзей братьев сестер ну и к ним там тянутся вон тоже всякие ножи и деньги там руки грязные злые автоматы он торчат смысл жертвенной любви я об этом много раз говорил это да это и вообще смысл как бы евангелие вот этой жертве любит врагам это не пассивная любовь ни в коем случае не знает что мы молчим когда есть насилие когда кто-то кого-то убивают вот но когда мы все это видим вот как там фашисты тут убивают всех на свете до женщины детей да это не это что значит это не значит мы в сторонке стоим да это значит что мы заступаемся если защищаем и до заступаемся защищаем и до и после ты там когда все получается мы все это с вами делаем когда он навального эти митинги были в питере там эту и надежду юдинт с ноги там этот полицайта пихнул весь народ промолчал ну понятно в сми там в либеральных в этом сон и сми конечно показывает вся россия промолчала уже тогда было понятно о расизме и 6 6 6 99 процентов русского на русского народа так называемого на наших глазах на камеру все сняли как у нее с ноги прям она там отлетает на 5 метров головой бьется об асфальт и уж чем все закончился стоит что я как всегда когда она не принял то скажем эти извинения и правильно не принял там какие-то липовые до измени и извинения с ничего этому все это с рук спустили да и все это потому что на камеру по ищут авто вообще потеряли этого человечек там ну в общем все кто помнит и все промолчали да бунт должен был быть в россии что такое вообще творится бунт против ментов против правительства да будут в хорошем мирный бунт чтобы такого никогда не было до в нашем народе как они любят говорить нет он ее с ноги там я говорю так садану это каждую мать вашу садану кто за это кто хоть поделился этим роликами там чуть делал никто никому никакого дела нет вот это зло до любовь активная это защита но ты защищаешь грудью или спиной ты никого не уничтожаешь не убиваешь до грешников этих защищаешь словом и делом делом как говорят есть такая фраза очень хорошая только через мой труп да ты становишься на пути между жертвам и и насильником его два образа всегда вам даю-ка хотите хотите груди вот так вот как дети эти стоят хочешь спиной это закрываешь вот он ведет бить или стрелять вот спиной закрыл ребенка да его может потом убьют после тебя вы все и всеми рассказывают простую формулу очень простую я тогда даже рисовал я просто ролик уже был мне неохота вам это конечно хорошо когда все эти рисунки были какие был бы кто-нибудь мог бы 3d для меня эти все мои мысли визуализировать было бы конечно круто но я так на пальцах сейчас покажу вот вы якобы праведник вот грешник фашист вы когда его убили фантазируя себе как говорил что вы там в рай полетите нет в это в ад полетели потому что вы убийца все равно его как вы сами утверждаете и так и есть он действительно злодей тоже до меня черное сердце он уже убийца там да он-то ватт вы его так вы этого убили в ад отправили как вы сами говорите что где-то там есть какая-то гиена где бога нету и сами в нем за ним вы отправили то что вы такой же убийца стал как он все финита ля комедия тушите свечи все что вы добились побеждая злом злом просто все поглотила тьма другой вариант абсолютный вы остаетесь вы не убиваете грешника вы сами он вас убивает злодей я тут неправильно показывать зеркально мне себя не очень видно я вот смотрю вот где тут злодей на вы поняли наоборот вот вот так ты добрый мне так справа и правильному а он злодей да злодей тебя убивает ты тут же летишь в рай он оставаясь на земле есть шанс что он покаяться с течением жизни его бросит жена злодеи уйдут дети на старости будет один сопли свои подтирать возможно в жизни что-то поймет с ним все то же самое его государство за которым так воевал в концовке объявит таким же врагом народом чем слова против скажет таких случаев он сколько сталин там расстреливал этих же военачальник который победы ему там добывали он и потом всех кого в лагеря кого расстреливали кого-то отравливали убивали шнурками и поясами душили в подъездах все до него чего не дойдет потом есть шанс что этот грешник покаяться и взлетит куда в небесное царство где все вы там и встретились ты там и он таким стал возможно он сам дойдя до этого поступит и вот так вот уже встанет на твой в чем был смысл иисус мы за место него все становимся его убивают мы за него его нас следует следующее за него стоишь всем рассказывал посмотрите как раз ганди который все вспоминали там трехчасовой фильм документально о нем как индусы избавились от английского ига это вот рядами шли их прям палками менты английские калашматили черепа разбивая там ломаем челюсти носы они идут один ряд смесили они следующие доты его так идут на них без чего без оружия без ничего очень показательно могут так люди могут добились несу да да куча жертв каких жертв вот эти настоящие правильники святые как очень любит и говорит вот это мученики люди способны положить свое здоровье муж кого-то жизни не лишили там их палками долбили свободу кого-то за кто за правду кого у нас сажают закрывают ну или вот самой жизни пожалуйста три варианта как всегда самых дорогих что в жизни есть это свобода здоровье и сама эта жизнь вот те два варианта липты сам туда отправляешься и если получается ты любишь его ты праведник любишь этого грешника ты его не убил а он тебя убил ты дал ему ну неважно я тебя или за тобой кто-то ты его защитил вот как я груда тебе тем более такого защищаешь вы знаете на войне вот посмотрите сейчас знаете очень люди рассуждать это все а второй мировой вот сейчас идет расширская агрессия против украинского народа заметь туда отсылают людей эти ребята эти срочники или там они пусть контрактники даже сами подписали пусть даже добровольных я там таких много немного не буду я процент одному богу известно да да никого ника не убивали они ехали там думали на парад победы и вот такой вот идет и вот ты этого пацана убил все что-то сделал он ничего в жизни не понял он школу жизни прошел богу все равно пошлют в новое тело на этой земле он должен что-то понять царство небесное восходит личности достигшие познание истины в любви ты его из прицела снял он даже опомнил даже понять не успел ну или там джавелином каким-нибудь танк его разгромил что что произошло ты что он с такой он что понял ничего и вот он заходит уже в твой дом вы же их пускаете вы не стреляете в них самолетов с гаубиц с артиллерии не кидайте в них грозы гранаты не снимать их со снайперов не колите штыками да они идут по украине вы их запустили вы не согласны идите отсюда мы вас не хотим мы вашего пупу тлера с вашей там это ку арабской системы уже фашистским государством не хотим до уходить мы не будем не подчиняться ничего мы уйдем со всех заводов уходить кто чего тут будет стоять мы все уедем тогда отсюда но оставим вам голую землю чего тут делать будет пахать на ней они дармоеды и лентяй они пахать не будут эти военные да ты все теряешь имущество дом едешь до танки помогут где-то есть добрые люди бог не бог не оставит если он хочет ты защищали там чуть любить тебя или ты этот если уж у этого парнишки в 20 лет в голове чем челкнул подушим автомат далее он теперь бог на земле да а также нет в зверях у так встал ты в дому и не войдешь идите вон по дороге куда вы там шли если он тебя заколит все но он не прав ты все ты мученик в рай там твои дети и жена учет хочет другого переклинил что может автоматом тут и понасиловать кого-то все свои сексуальные фантазии вдруг воплотить женатый ли он подруга не дает так как он хочет а вот тут можно по насилию вот защите ее заслони ее грудью все он тебя убьет он убив первый раз человека смерти она ужасно смерть она ужасно отвратительно кровь вонь все вот это он убив тебя может им придут тебя задал блин ты же просто так не сдашься ты свою жену не отдашь ты будешь охватать брать толкать все им придется просто просто через мой труп а когда тебя руками задолбит вот как написано чем угодно кувалдой там прикладом свои вы знаете бог ты обличает каждого человека демона его облепит тут же или там на следующий день он может до жены не доберется когда тебя задолбит прикладом прямо от руки когда вся кровь будет брыжить от размноженного черепа по всей комнате и на его лицо да и на его одежду его может изменить это прям тут же я имею и все не доберется до вашей жены и оставит доберется у жены жена ваш как вот это любит да она сознательная личность ей 20 30 50 лет она точно такая же опять знаешь мужчина женщина все делит она личность мы с вами в разные жизни разными рождаемся и что дальше она такая же выбирает путь свободные между добром и злом она свободно избирать в этой жизни такая школу жизни проходит но и это судьба следующие насиловать на той будет насиловать мисплан 6 там будет толкаться пихать бить кусаться бить я не имею до ножом в грудь вот именно не даваться ну и вариант тут кто будет носил ноте просто и так же убьет в концовке разозлиться то же самое с детьми чтобы не мы не хотели с мы хотим их увидеть точно там же где мы будем ангелочками рюм их до последнего будем защищать ну что ж ну иисуса и били судили и издевались и бичевалями при пешим даже просто распять ну убьют ну хорошо но мучительно убьют христ христос показал нам вот именно путь не какой-то там а ужаснейший путь это ужаснейший путь что с ним творили его сутки там избивали только измывались над ним потом и бичевали это как наказание было там еще и распяли все это под смехи крики вопли обвинения ужаснейшие события мы с вами все евангелие читали них все христианку искать в овощей вы как это все читаете то но он это сделал оставив как сказал примерно все вот это даст фразы а вот да там иисус прямо сказал и потому что в гефсиманском саду все это когда они шли там после этого ужинать пока он там целая речь тоже по она мы видим что да все кто мне был верен я никого все в руке моей кого ты мне дал все в руке твоей до всех сохранил бог управит нашу жизнь тут вопрос к чему мы идем какая конечная цель покаяние всех мы мы приняли что бог есть вот абсолютная любовь или нет познали ли мы это в своей жизни с познанием по-другому живем и главное три сущности любовь душа любовью все она все троицы знают любит эти разговора троицы троицы божье естества она в трех природах свобода вечная жизнь и любовь все это очень важно все это неразделимо если ты все это исповедуешь ты никаких проблем тогда нету вот со всем этим убивать не убивать там война не война фашист не фашист злодей не злодей насильник в частности в моей этом жизни нас кого своих насильников мародеров убить с мало в россии ты знаешь как поступать это жизнь она у школа жизни мое дело познать эту школу учения и сдать хорошо экзамены все как вы сдадите экзамены убивая всех нет какую вы любовь жертвенную проявите и это не просто слова это не внешний запад я когда вам говорю это внутреннее состояние я смотрю на любого человека да кто знает я тоже внешне могу так сгустите у брови ведь как говорю там путлер негодяй да благословляю благое слово он это услышал он бы слышал правду никто ему из окружения не говорит правды да я говорю я бы хотел чтобы он услышал мой ролик другой вот сейчас кто-то из вас слушает кто-то на среднем пути вы все кто топите вы участвуете вы на стороне тьмы вы покаялись перешли в другой лагерь стали репостить уже не ту блевутину z-зомби паранойю а будь пусть мои ролики будьте пусть посты и правильные тыкать мне тоже что я там из кто-то не с украины посмотреть что я вот якобы это не испытывая все много раз говорил это про то же самое мученичество за веру там слушайте как достигнуть чего то есть ты даже об этом не помышляешь из не твое мировоззрение а вот да петр тоже клялся такие комментарии читал потом отрекся слушать я говорю но петр отрекся разве иисус ему укорил что он вообще пытается говорит он указал да петр как раз отрекся вот именно иисус его предупреждал когда ты вот клянешься но ты отречешься но разве сусова укорил в том что он вообще хочет хочет быть с ним не руме не это что нет это ты что такое говоришь нет она просто предсказ пророчествует да что будет так что ты сейчас говоришь но ты так не по мне говорит что так не надо было бы здорово словах иисуса считается да это круто да я хочу чтобы ты был со мной он так и той мамаши и иоанна и якова который все хотела чтобы они с иисусом по левую по правую сторону сильно в царстве его до править там всеми он говорит что сесть по левую по правую по сути намекай на те кресты двух разбойников которые были слева и справа гадит кому году кому готова над богу то есть кто в себе это раскроет бог любой да пожалуйста вот место повиси-ка на нем да какой-то песня то помните да сплина вон крест повиси-ка на нем пожалуйста вот те места вот если вот те справа кто хочет никто не захотел все хотят только на царских тронах сидеть а как насчет повисеть слева и справа чтоб сесть там слева и справа над здесь повисеть слева и справа как повисеть если нет желания если сейчас не готовишься если сейчас так не думаешь не рассуждаешь да в час икс я не могу божиться я и не божусь по и кстати по сути иисус там его обвинил в божбе до что-то как бы божишься а поступишь не так а другой раз играет мое желание это желание моё сердце это мое мировоззрение как я тогда поступлю деятельное всем тут на словах рассказывают что я моя жизнь христос а смерть приобретения что я я вечен я вообще не не признаю смерти тоже как и сказано смерти не существует лишь иллюзия переход как я буду к всем говорит что я тут бесстрастен ко всему материальному да если я тут трясусь как иисус сказал все потеряете не переживайте будет у вас все в царстве небесном так вообще все в миллионы и здесь вас не оставит тому кто ради меня то есть ради истины ради любви всем этом какая же тогда цена моим словам то деполь то все игры слушать это внешне может кажется слова вы же не можете в мое сердце заглянуть а внутренне я реально так и это знаете вот действительно умное сердце не просто мысли я так чувствую я реально люблю всех людей я понимаю что каждый я просто игры не могу теплой любовью проявлять теплую любовь грешнику и не и не должное играть неестественно не не можешь любить теплотой испытывать теплые чувства к грешнику к злу который он тети делает но внутри я все понимаю что когда-нибудь все пока весь и на маленьких вещах в жизни то я все это испытывал сколько уже даже на этом пути жизни вот в христианстве сколько с кем-то мы близко общаться расставались все кто ко мне там возвращается мы как-то обратно сходимся все знают как я поступаю тут же ты каешься творишь плоды достойны покаяния делать не прямо во мне да даже если вы вчера там зиковали и расист да я вас обличал вас всех каждого в отдельности мог написать родителям собственным все это говорил только вы завтра изменитесь я вас люблю люблю по на и вы меня и все будет вот так в ажуре и все мы забудем я никогда не вспоминаю в том плане старого что вот так какие-то меня там злоб нет все проходим путь жизни да но сегодня я буду с такими бровями показывать вам всячески свое лицо недовольно обличать вас в грехе потому что вы тоже почему я делаю наш хочу чтобы упокали чтобы мы все потому что мир без любви невозможно конечная остановка это абсолютное царство любви иисус христа все туда все дайте а дайте туда только одним путем доехать нужно то отдать и надо доползти придавленным крестом это очень важно вот такой вот мой сегодня ролик на полтора часа выпалил я все что тут как всегда поводом явился такой вот 9 мая день победы в этом ролике как всегда постарался всю суть жизни изложить хочется мне давно пришел к этому чтобы любой мой ролик посмотрев можно было конечно сразу не становится святыми но истина на в простоте и познать очень легко я в каждом ролике стараюсь эту истину донести это три сущности блага бытия бога любви это свобода избирать между добром и злом по плоти мы временно ограничено потом будем и от этого свободно это вечность надо понять что ничего не уничтожим и все тебя будет отнять в тень чего невозможно все это иллюзия все это переход одного из другого и 2 это любовь доброта в чем ее полнота и эта жизнь для этого всего и создан а мы носимся все там русский китаец границы какие чем только да кто за что только вот это воюет воюет так что вот так вот поэтому этот день по-хорошему должен днем как и другой риторики разговор должны быть вот пример то какой ролик я сегодня записался вы такое слышали со всех утюгов как это говорят это было бы одно а вы послушайте сегодня и всегда к этому дню победу целыми днями пропагандисты готовится на на протяжении всего года до что льется из их них поганых ртов воспаляем языками воспаляемыми от гиены разве они любви говорят к врагам разве они говорят об истине потому что все это это только можно рыдать о том что кто-то съехал я вот сколько сейчас к реальности еще раз повернемся и ладно я буду заканчиваться украины вы думаете все что я там вижу репощу я все это одобряю как украинцы там что военные что не военные что они говорят как относятся да к нему расисты пришли с агрессией но и познавших истину в ответ я лишь это все что-то там части то репощу так скажем чтобы их люди хоть что-то там увидели что творится понятно многие речи я их не поддерживаю все эти интервью я много раз говорил что понятно все это так скажем антивоенного движения даже в россии которая сейчас до идет мы пытаемся там что-то остановить я с ними не заодно они просто все остальные я таких как я там единицы кого я лично узнаю кто меня окружает да вот ну редко это можно встретить где вот с таким более-менее нормальным мышлением о том что дело не в этом конкретном случае да вот вообще об этой беде что как бедует рассматривать а так в основном антивоенные кто это такие же правильные просто милитаристы да ну нападать нельзя было надо продолжать там свою армию содержать на это просто я уже много роликов записал вы помните и пацифизм и все вот это вот и нет войне там я во всем-то говорил сегодня не буду уже дублировать затягивать конечно и украинцы ничем сейчас тоже в этом плане не намного лучше в плане истины и смотреть на их поступки в глазах истины я тоже не одобряю я им сочувствую как жертву я сочувствую и проявляя любовь к не вы знаете я борюсь против этой агрессии я защищаю грудью грудью спиной я делаю это но и мне есть куча претензий к украинцам претензий как несовершенным что что на них просто напали они там и по-своему хороши и в том плане что как если бы я им как истин был бы украинцам да сейчас мне конечно может рот заткнуть и украинцы обидится просто на это вот но и к нему меня такие же претензии как и к рашистам они сейчас победят рашистов через 20 лет такими станут как рашисты уже будут украшисты потом правда мы же видим как все это происходит это просто борьба знаете а большего зла с чуть меньшим злом это очень важно понимать там они ничем не лучше ты мне сейчас тоже самое убей рашиста все очень плохо если бы украинцы тоже были познавшим истину вокруг меня даже таких есть украины кто меня смотрел до этого я вижу реакцию не очень правильно мягко скажем я обличаю вот как видите даже в этом ролике в этом плане они русским должны были посочувствовать в том плане что они до этого докатились вот как я сейчас обличаю русских с этим нас и ним днем победы то же самое украине сибы х и так же и до этого звонишь тоже там празднуют день мая день победы это был день слезами они сейчас понимали до какого просто ада уже в своем уме и на деле докатились рашисты русские так называемые и что они этим ничего они опять просто максимум сейчас если украина так скажем победит там или как то что-то уж тем больше всякими мирными договором закончится все это так вот и останется всегда знаете вот как и все говорю горизонт 0 мы где-то вот тут по этой плывем по волне чуть больше от чуть меньше но мы даже сюда мы даже голову не высовываем на свет из этой тьмы из этой земли вот и все со всеми риториками и так далее мир не способен мир не спад не способен пока не принимает от начала первых песен и до сего дня несмотря на то что бог являлся в плоти 2000 лет назад и 2000 лет назад и на протяжении 2000 лет до сегодняшнего дня якобы через призму веков среди народов льется его слова его жизни учения не принимают не принимать простой истины что бог есть абсолютная любовь он творец всего не принимают это если только на словах болтовня на деле это видно что это не принимается сейчас весь мир что украина что так называемый запад америка что должны были поступать игры до приносить себя в жертву игры это это не не это не пассивная жертва не знаю что ты ты имеешь право их не пускай в свой дом сказать это мой дом моя земля конкретно этому вояки то куда они там нет в парламент но пусть ну доехали они но все вышли оттуда и все хорошо все это знаете то же самое на самом деле это же все это как и к майдану я же против этого майдана естественно все равно был одно дело мирный митинг в другой в чем перерос полыхание там этого то же самое действительно подавление всех этих недовольных ментами военными украине это все тоже плохо было игру и конечно украинцы должны поступать не так как они поступают это все это вот это вот под нулем под землей тьма с тьмой у них там одни они вот на этой на этой тьме одни просто повыше одни пониже одни вообще до шизели что пошли другой но эти такие же чуть лучше это надо важно понимать украинцы все были готовы к жертвенной любви даже тех кто меня будет слушать и возможно отвернуться там захейтит меня просто зло ко мне злоба появится вот вы должны просто если вы себя готовы были свин за все христианами как я в жертвенной любви проповедь абсолютно любви вы бы со мной бы потому что я живу в этой фашисткой такой же до россии вы бы разделили со мной да мы все бы объединились теперь папа до главой этого фашистского государства путлер бы до пришел бы на вашу землю как вы бы вы же если нам раньше сочувствовали а чё пустое сочувствие давайте делом разделим давайте теперь вместе будем от его полицаев дубинками получать да будем сидеть будем дальше бежать куда теперь уже что такой бы в агрессии от сейчас от физической бежите кто там словом обладает бежал бы в европу оттуда просто становился как эти проповедует кто ну вы поняли да как у нас там все служители слова так скажем побежали из россии ну куда деваться-то некоторых я это вообще не осуждают действительно как супер пьют в одном бегите в другом он до времени тоже не сразу себя в руки отдал грешникам вот поэтому мне тут украинцев погладить по головке я вообще не поддерживаю них не даже это сопротивление кто видит все мои посты направлены на конечно агрессора вы видите в этом ролике хочу сегодня сказать и такое но я вернее я во всех говорил я в нет войне я вернее во всех и сказал может чуть чуть подробнее сейчас вот сижу говорю а так это сказала что это естественно то что вы там если вы с оружием начинаете обороняться все это все это уже никакого христианства никаких познавших истины детях божиих говорить вообще вы не намного лучше так вот где-то на на дне ада там чуть волнами это ничем отличается все вот так вот наш они тоже любят говорить что там мы якобы вот в этой российской красной армии тоже там чуть ли не 40 про их там сколько там было что тоже и все касалось так все преступления которые там были военные точно так же и эти украинские красной армии делали вот говорит ты любим только об одном а другом все это очень важно вот поэтому я говорю все эти мои фразы это ни в коем случае не сочувствие не не сочувствие знает и украинцам я все говорю что это тоже от вот что естественно мы кто можем боремся с этим но действительно 9 мая празднуто украине вот я все это видите хотел в одном ролике сказать это все важно понимать путь жизни каждого человека стать совершенным как бог это не разделять никого русские украинцы поэтому все эти обличения они украинцам подходят все что сегодня говорил это же красная армия была советского союза украины была часть которой все к вам относится в том числе можете обижаться можете нет отворачиваться плевать дальше свою агрессию ко мне проявлять нет я топлю за добро за абсолютное да сегодня не в мой дом я сижу каждый день кто знает кто с украины мне многие пишут ты вообще как там себя чувствуешь валить ты не собираешься верни мне некуда ринеку не на что и не хочу я ну сидеть значит сидеть убьют и значит убьют отравит отравит в чем смысл моей жизни как я буду как я буду поступать если сам об этом так живу и столько лет проповедую вот и все так что вот так вот это очень все важно с той самой европы знаете еще с кем-то сколько там про эту любовь в том плане что 10 про деньги санкции да надо лишать доступов обрезать все это было бы их не любовь такая вот опять пассивно активная да она не убийство вы не оружие поставляйте вы сколько тратите на это оружие опять вот тоже сами европа америка и тут же переживайте что ваши там подданные государства волнуются что цены повышать так в эти деньги перенаправьте все военные туда чтобы несмотря на то что санкции всегда имеют обратное действие касаются этой стороны которая санкции как бы объявляет да так вы направьте чтобы люди не возмущались это чтобы тогда за вот именно такие вы то это же там жертвы на любовь исповедовать познали вы христианство то же самое нет тогда не возмущались что останется а как по-другому значит там нет этого познания нет этой любви они все переживают да как же у меня там бензин на 10 копеек подорожает да и пусть в два раза да хоть в десять раз там вообще людей убивать нет там этого нет там и мы должны об этом как как веровать от него если нет говорящего кто услышит если не будет вот этого обличения том что да это слушать неприятно про себя да не охотится страдать а кому хочется иисус ужаса ужасался страшился и там его тресло в гефсиманском саду кто хочет этого никто не хочет я хочу нет на самом деле я не хочу этого но царство небесное силу и берется и понуждающий его понуждающий себя восхищает его а